Янис Яун Судра Винш, Дебес Варти, Врата Небесная. Читает Евгений Бразов-Брушковский. Над лесом медленно плыли синие облака к востоку. На западе сверкало золотое море и поднималось всю пыше. Над верхушками чахлых болотных сосен загорелась вечерняя звезда. Заблистал месяц, словно серебристая краюшка хлеба. Наступила холодная ночь. У опушки леса под ветвями ели дремала немая землянка. Перед землянкой сидел человек средних лет и раскладывал костер. Обледенелый хворост шипел и сочился. Темный дым поднимался и ползал по хвоей елок. С нижних ветвей ели беспрерывно падали грязные капли. Они капали на костер, на шапку мужчины, на его красные руки. К стене землянки была привязана белая исхудалая лошаденка. На дровнях валялась охапка сена и соломы для подстилки. Белая кляча стояла, съежившись, понуря голову. — Мишенька уснул? — мягко спросил мужчина. — Да, — ответила женщина из землянки. Лошаденка подняла голову и навострила уши. Через луг кто-то шагал по замерзшему снегу. Когда он подошел ближе, мужчина у костра услышал скрип снега и стал прислушиваться. — Жена, смотри, не твой брат ли? Из землянки высунула голову женщина с довольно молодым, но изможденным лицом. Грязный белый шерстяной платок плотно укутывал ее голову. На плечи было накинуто лоскутное одеяло. — Наверное, он, — ответила равнодушно жена и села на порог землянки. — Я думал, что вы уже спите, — сказал пришелец. Он протянул руку сестре и ее мужу, уселся у костра, вздохнул и закурил трубку. Затянувшись несколько раз, он вынул из кармана своего белого тулупа объемистый сверток и подал его сестре. — Это от моей жены, твоему Мише. Там кусочек масла и еще кое-что. — Как вы вообще существуете? Я по пути к вам все думал. Откуда вы берете воду? Болота замерзли, а до колодца далеко. Ты работал где-нибудь? — Воду я теперь беру из колодца. У нас чан. Так, ведер на десять его хватает на три-четыре дня. Раньше, когда не было лошаденки, я вырубал прорубь тут же, в болотном рву. Некипяченой, конечно, нельзя было пить, и листая. Но кипяченую никому из нас не нравится. Жена набрала малиновых стебельков. Я принес фунт сахару. Вот и готовим иногда себе чай. — Труднее, Мишеньке. Мы привыкли к нашему дворцу. Одолжил я у хорошего человека тридцать рублей. Упил вчера лошаденку. Дровней во время пожара не было дома. Теперь я получил их обратно. Пока еще держится снег, поеду на заработки. Как только холмы обсохнут, сейчас начну ковырять землю. Брат обещал дать зерна на посев, сколько у него останется лишнего. Старший сын тоже прислал письмо. Рубля пятьдесят обещает прислать. Но что с Карлом? Ничего не слышно. — Бог его знает! — воскликнула сестра и заплакала. Муж собрал головешки в костер. Огонь ярко запылал. Словно привидения сидели эти три человека, тихие, неподвижные, со сверкающими глазами. Страдания всего мира схватились за руки, издеваясь вихрем, плясали вокруг их землянки и костра. Это были не только раны, что прежде наносила им порою тупая стрела судьбы. Такую рану можно было клясть, поплакать над ней или даже посмеяться. Она скоро заживала. Но теперь было истерзано сердце матери. Было уничтожено все, что отец создал трудами своих рук за всю свою жизнь. Была опустошена до последней капли горькая чаша пота его лица. Эту боль не могла вместить душа крестьянина. Вот почему он сидит, вперев немой взор, в пылающий костер. Но в землянке спит дитя этих двух измученных страданиями людей. С каждым куском хлеба оно впитывает в себя тихую боль отца и матери. С каждым глотком воды, что оно льет из обгоревшего чана, в его душе нарождается жажда, горячая, пламенная жажда. — Тебе, сестра, будет труднее всех, — прервал пришелец мрачное молчание. — Старику будет пособлять Мишка, сколько он сможет, а тебе надо будет справляться и по двору, и в поле. Батрака ведь не сможете держать. — А самому разве будет легко? — возразила сестра. — Какая уж там помощь от Мишеньки. У самого силы идут на уголь. И сколько хороших кусков ему перепадет до осени. Если ян пришлет, купим корову, овцу. Нужна одежда, нужна капля молока, нужен кусок мяса на зиму. Надо будет обзавестись хотя бы поросенком. Куда же иначе листья девать? Придется же снова посадить сад. Надо начать строить дом. Один, другой из соседей придет на помощь, а главное — придется самому одолеть. По крайней мере, надо поставить избушку и хлев. Разве уж нам все время, как цыганам, ютиться в лесу? Хорошо еще, что позволили, а то пришлось бы остаться в открытом поле. Хоть бы баню оставили, не сожгли бы. Мы, конечно, могли бы приютиться до весны у любого соседа, но все боятся нас принять. Да, пожалуй, так лучше. Непривычно нам висеть на шее у чужих. Землянку наслали довольно плотно, не холодно. И постоянно жжем костер. Как станет холодно, так вылезаем и согреваемся. Мишенька мается, но все же будет скоро весна. — Ничего, — прервал ее брат. — У вас свой кусок земли, родовой. Как-нибудь пробьетесь. Как-нибудь пробьетесь. Один другой из нас поможет вам в работах. Мишка подрастает. Еще неизвестно, какие могут наступить времена. Может быть, Карл вернется. Разве уж вечно так останется? Сестра залезла в землянку и легла. В землянке только слышно было тихое дыхание, а за стеной — жевание лошаденки. Брат долго глядел в темный лес. Наконец он произнес дрожащим голосом. — Черт не возьмет. Мы трусы. И, может быть, у нас еще слишком мало сил и разумения, но мы вытерпим. Мы словно старые волки. От голода и от боли мы воем. Но у нас растут дети. Они вырастут и будут знать, о чем мы выли. Они не будут выть заодно с нами. А тихо и ловко отправятся на пастбище и принесут нам оттуда то, что нужно. Замолчав, он посмотрел на своего Шурина, который, прислонившись спиной к еле, неподвижно смотрел в потухавший костер. Потом он встал, подошел к лошаденке и, погладив ее, сказал. — Было бы чем прикрыть. — Еще молода? — Семь лет. — Ничего, пустишь на клейвер, станет кругленькую, как шарик. — Сколько уж у тебя скота, будет им объедение. — Было бы только здоровье, выдержим. — Да, — сказал Шурин, и подошел опять к костру. — Я собираюсь домой. Завтра надо еще лен трепать. Надо будет и вам выткать по рубашке. Я не думал, что вас так скоро найду. Жена мне толковала, в каком месте ваша лачуга, но я не мог сообразить, здесь ли она, либо в том повороте. Но пройдя болото, я увидел дым. Пусть сестра с Мишкой заглядывают по временам к нам. Не бог знает, что пройти эти семь верст. Хлебнет хоть горячего. Мишка мог бы на недельку остаться у нас. Скоро, вероятно, корова отелится. Хватит. Чай, молока, всем. И, пожав руку, он медленно ушел по лугу, как и пришел. Муж прислонился к еле и кулаком бытер глаза. Ему вспомнился рассказ отца о вратах небесных. Отец был на барщине. В полночь он вышел из гумна. Вдруг над его головой раскрылись врата небесные, широкие, как двери гумна, а за вратами сияло что-то, словно солнце. Он пал на колени и молился. Мусу, деймиш тём ази, дот мус шодиен. Хлеб наш насущный, дождь нам днесь. Врата медленно закрылись. И на своем веку у него не было недостатка в хлебе насущном. — Ты ещё не идёшь спать? — окликнула его жена из землянки. Муж сдрогнул. На зеленоватом снегу пылали тёмно-красные уголья, словно лужи застывшей крови. Он поднял глаза. Сквозь еловые ветви виднелось бледное звёздное небо. Долго он глядел и ждал. Наконец раскрылись врата небесные. Христианин хотел пасть на колени и молиться о насущном хлебе, но колени не гнулись. Невольно он поднял оба кулака к небу и завопил. — Господи Боже, дай подрасти Мишеньке! Пусть он отомстит мою горькую долю! Потом он залез в землянку и лёг рядом с сыном. Имя переводчика обозначено тремя звёздочками. Опубликовано в книге «Сборник латышской литературы» под редакцией Валерия Брюсова и Максима Горького. «Петроград», издательство «Парус», 1916 год. Дозволено военной цензурой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...